Продолжение следует... 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 По-моему, я заинтересовал ваше внимание... Скорее всего, когда я назову этот принцип, вам не захочется от радости воскликнуть «Слава Богу!» Продолжение следует... Давайте еще раз откроем Нагорную проповедь и прочитаем два отрывка, в которых Иисус рассказывает о молитве. Первое место из Писания — это Матфея, 6 глава, 5 и 6 стихи, где Иисус говорит... «И когда молишься, не будь как лицемеры». И дальше Он описывает, как молятся лицемеры. В 6 стихе Иисус продолжает и говорит, как нужно молиться. В этих стихах дважды повторяется фраза «Когда молишься». Первый раз в негативном смысле. «Не молитесь, как лицемеры». Но это не все. Дальше Иисус объясняет, как нужно молиться. И в прошлый раз мы с вами проанализировали образец молитвы, который Господь оставил нам. Но сейчас я хочу перейти к 16 и 17 стихам этой же главы. В этих стихах Иисус касается еще одной стороны молитвы. «Также, когда поститесь, не будьте как лицемеры». Но Он не останавливается на негативном. Многие думают, что это конец цитаты. Но в следующем стихе Иисус продолжает. «А ты, когда постишься...» И дальше Он объясняет, как поститься так, чтобы это было угодно Богу. Замечайте параллель между тем, что Иисус говорит о молитве и о посте. Он говорит, когда поститесь, не делайте так, но делайте так. Насколько я понимаю, если Иисус говорит, когда постишься, то Он ожидает, что мы будем поститься. Я что, сказал поститься? Нет, когда молишься. То Он ожидает, что мы будем молиться. Кто согласен со мной? Кто согласен, что Иисус рассчитывает, что мы, как Его ученики, будем молиться? Он говорит, когда, а не если. Я уверен, что большинство из нас согласны с тем, что Иисус хочет, чтобы мы регулярно молились. Я прав? Прекрасно. Продолжаем. Господь говорит, когда постишься, а не если вдруг ты надумаешь поститься. О чем это говорит? Это говорит о том, что точно так же Иисус рассчитывает, что мы будем поститься. Я надеюсь, это не противоречит вашей логике. Вы согласны со мной? Может быть, даже через силу, но все равно согласны. Я понимаю, что это не тот случай, чтобы кричать от радости «Слава Богу!», но я обещаю вам, что когда вы увидите те благословения, которые сокрыты в этой теме, то вам захочется сказать «Слава Богу!». Вам захочется сказать «Господь, спасибо за то, что Ты дал нам этот ключ!». Существует прямая взаимосвязь между тем, что Иисус говорит о молитве и о посте. «Когда молишься, не молись так, а молись так. Когда постишься, не постись так, а постись так». Иисус ставит и молитву, и пост на один уровень. Я считаю, что Иисус рассчитывает на то, что мы будем молиться, и на то, что мы будем поститься. Я очень рад, что у меня есть в этом один предшественник, единомысленник, хотя он и не один. Лютер говорил о том же самом. Но сейчас я имею в виду Джона Уэсли. Несколько лет назад я прочитал несколько журналов Джона Уэсли, и они просто взбудоражили меня. Например, среди всего прочего, он пишет, что «Я убежден, что любой христианин, понимающий важность поста, но не практикующий пост, отпадет от Бога, точно так же, как и любой христианин, понимающий важность молитвы, но не молящийся». Джон Уэсли не рукополагал на служение никого, кто не был бы готов поститься каждую среду и пятницу до 16 часов. Это было одним из основных условий для того, чтобы стать служителем методистской церкви. Вы спросите, «В чем цель поста? В том, чтобы жизнь медом не казалась? Чтобы ограничить себя в удовольствиях?» Ответ — нет. Пост преследует несколько целей. Но я хочу поговорить сегодня только об одной. Я хочу, чтобы вы сегодня поняли, что пост — это установленное Богом средство смирения. И Писание очень ясно об этом говорит. Гордость — это самое основное препятствие для ответов на молитвы. Уберите из своей жизни гордость, и молитвы станут намного эффективнее. Не так давно Бог лично учил меня об ужасной опасности гордости. К нам в руки попала книга Эндрю Мюррея. Он был известным служителем прошлого поколения, который по сей день оказывает влияние на Божий народ. Кто-нибудь читал его книги? Большинство. Очень хорошо. Книга, о которой я говорю, называлась «Смирение Господа». По-моему, позже она была переиздана под названием «Смирение». Я перечитал эту книгу несколько недель назад, и Бог проговорил ко мне через нее. Я и до этого ненавидел гордость, но эта книга еще более прояснила, насколько гнусна гордость в Божьих глазах, и как она лишает нас многих замечательных благословений. Эта истина прослеживается через всю Библию. Это вселенский принцип. Впервые он сработал не на земле. Знаете, где гордость впервые проявила себя? Какой был первый грех во Вселенной? Ответьте. Гордость. Правильно. А кто возгордился? Люцифер. Ангел на небесах. Даже если ангел на небесах возгордился и упал, то насколько больше мы, падшие грешники на земле, уязвимы перед смертоносными стрелами гордости? Позвольте мне привести три места из Писаний, говорящих о гордости и смирении. Первое — это Лука 14, глава, 11 стих. Это самый конец притчи о званных на пир. Лука 14, глава. Мы также иногда получаем приглашение на пиры, как, например, вчера. Иисус настолько практичен. У Него такие меткие примеры. Поймите, Бог не собирается смирять нас. Он говорит, чтобы мы сами себя смирили. Бог может унизить гордого, но смирить себя можем только мы. Перестаньте молиться, Боже, смири меня, потому что это не по Писанию. Как бы вам не пришлось потом жалеть о такой молитве. Если через месяц или два вы вдруг окажетесь в глупейшем унижении, и будете говорить, Боже, как я тут очутился, Бог ответит. Ты же молился об этом. Итак, Иисус говорит, когда ты будешь зван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званых им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место. Как мудро. Если ты внизу, то ты можешь двигаться только в одном направлении, вверх. Мне в сердце запало четверостишье, написанное Джоном Буньяном. Тот, кто внизу, не бойся упасть. Гордость тебе не страшна. Господь будет верным поводырем, смиренным и кротким сердцам. Если ты лежишь на полу, то, по крайней мере, дальше тебе падать некуда. Практически перед каждым ответственным служением мы с Руфью проводим какое-то время лежа ниц перед Богом. Сегодня это время было дольше обычного. На полу я обретаю уверенность. Итак, Иисус говорит, «Если не хочешь выглядеть глупо, то не садись на почетные места. Садись на последние места, потому что оттуда есть только один путь — путь вверх». В одиннадцатом стихе Господь подводит такой итог этой притчи. «Ибо всякий, возвышающий Сам Себя, унижен будет, а унижающий Себя возвысится». Это вселенский закон. Он действует и на земле, и на небе. Два ярчайших тому примера — это Люцифер и Иисус. Люцифер, сотворенный ангел, захотел стать равным Богу, но пал, приткнувшись о свою гордость. «Иисус, имевший это равенство по праву, смирил Себя до смерти крестной, за что Бог превознес Его». Филиппийцам 2 главе 9 стихе говорится, «Посему Бог превознес Его». Почему Бог превознес Иисуса? Потому что Он смирился. Каждый, смиривший Себя, будет возвышен. Я могу с уверенностью гарантировать возвышение всякому, кто смирил Себя, без исключения. У меня есть серия семинаров под общим названием «Путь вверх-вниз». Чем ниже вы себя смирите, тем выше вы окажетесь. Без исключения. Но сегодня я хочу поговорить о смирении как об основном принципе успешной молитвы. Мы рассмотрим несколько утверждений из Библии. И начнем мы с Иакова 4 главы 10 стиха. Иаков 4.10. «Смиритесь перед Господом, и Вознесет вас». Смиритесь перед Господом. Не просите, чтобы Он сделал это за вас. Смирение зависит от вас. Возвышение зависит от Бога. Очень похожий стих записан в 1 Петра 5 главе. Мы с Руфью провозгласили этот стих перед прошлой проповедью. 1 Петра 5.6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да Вознесет вас в свое время». Предыдущий стих говорит «Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Бог противится тем, кто приходит к Нему с гордым сердцем. «Гордый человек не может приблизиться к Богу». Псалма говорится, что Господь издалека узнает гордого. «Итак, они и остаются вдалеке от Бога». Гордость не может войти в Божье присутствие. Поэтому все, что избавляет нас от гордости, должно расцениваться нами как бесценное благословение, даже если это и неприятно. И пост — это как раз один из установленных Богом методов смирения. Я хочу, чтобы вы увидели, что вся Библия говорит об этом. А начнем мы с Псалма 34, стиха 13, где Давид говорит «Постом изнурял или смирял душу мою». В современном переводе это звучит «смирил себя постом». Но в оригинале сказано «смирял постом душу мою». Зачем нужно смирять душу? Душа надменна. Она самолюбива и эгоистична. Она состоит в основном из разума, эмоций и воли. И, соответственно, выражает себя в трех фразах «я думаю», «я чувствую» и «я хочу». Но Бог говорит «не важно, что ты думаешь», «не важно, что ты чувствуешь», «не важно, что ты хочешь». Моя воля — вот что важно. Если ты хочешь исполнить мою волю, то разбери со своей душой. Смири свою душу постом. Я помню, как много лет назад один юрист из Вашингтона услышал мое учение на эту тему и решил попробовать провести один день в посте. Это оказался ужасный день. Аппетитные запахи из ресторанов и кафе сводили его с ума. Он чувствовал себя просто ужасно. В конце дня он решил поговорить со своим желудком по-мужски и сказал «Ну, желудок, ты меня сегодня очень расстроил и очень огорчил». За это ты будешь наказан. За это завтра ты опять будешь паститься. Смирить душу — значит подчинить свою душу. Позвольте мне сказать, что желудок — это либо замечательный слуга, либо деспотичный хозяин. Кто твой хозяин? Ты или твой желудок? Хороший вопрос. Ответьте на него себе сами. Служители — не исключение, поверьте мне. Мне часто приходится воевать со своим желудком. И когда я побеждаю, я получаю благословение. Не всегда благословения приходят мгновенно, но они обязательно приходят. Когда я начинаю гордиться, Бог отнимает свои благословения. Бог, что произошло, спрашиваю я. И Он обычно очень нежно показывает мне, где я возгородился или стал самолюбивым. Ты стал на Своей пути, Ты попускаешь в Своей душе увлекать Тебя с Моего пути. Смирись перед Моей волей, перед Моим Словом и перед Моими путями. Давайте теперь рассмотрим два принципа, два примера. Первый пример — это День Искупления. Давайте откроем Левитам 16 главу, 29 и по 31 стихи. Левитам 16 глава, с 29 по 31 стихи. В этой главе записаны установления для празднования Дня Искупления, по-еврейски Йом-Кипур. И по сей день этот праздник остается самым священным днем в году для каждого еврея. Весь народ празднует искупление от грехов через установленное Богом жертвоприношение. От этой жертвы зависит судьба всего народа. В постановлении о порядке жертвоприношения Бог говорит, что Он ожидает особенного отношения сердца от Своего народа. Бог говорит, смиряйте Свои души. Бог хочет, чтобы Его народ смирял Свои души. Бог искупил грехи Своего народа через жертвоприношение, которое Он же Сам и установил. Это то, что зависит только от Него самого. Но для того, чтобы принять божественное искупление, народ должен был смирить Свои души. Это применимо и к нам, христианам. Своей жертвой Иисус совершил полное искупление человечества. К этому нечего добавить, и у этого нечего отнять. Но для того, чтобы принять это искупление, нужно выполнить Божьи условия, точно так же, как и это было и с евреями. Что же это за условия? Читаем Левитам 16 главу, 29 стих и дальше. Да будет это для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами. Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицем Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечно. В понятии еврея смирение души неразрывно связано с постом, отказом от пищи. Во время праздника Йом-Кипур они, как правило, отказываются и от пищи, и от воды. Позвольте мне попытаться дать определение тому, что такое пост. Я определяю пост как отказ от пищи ради духовных целей. Иногда это сопровождается и отказом от воды, но это необязательно. От чего отказываться и на какой срок, это решать каждому. Итак, без сомнения, евреи не могли получить благословение, которое Бог хотел им дать, без особого отношения сердца, без смирения. А смирение для еврея — это прежде всего пост. От дней Моисея и до нашего времени евреи смиряют свои души постом в день искупления. В книге Деяний этот день называется просто постом. И мы можем воспринять это как новозаветное подтверждение того, что пост — это способ смирения души. подчинить душу и не позволить ей диктовать свою волю. На прошлом семинаре я говорил о том, что Бог очень практичен, и в ответ на дар своей благодати Он ожидает, что мы отдадим Ему свои тела. Правда, это не что-то абстрактное и нереальное. Все очень конкретно и практично. Один из способов смирить себя — это пост. Конечно же, это не единственный способ. В восьмой главе книги Ездры мы читаем о переселении из Бавилонского пленения. Ездра был назначен главой одной из групп переселенцев, возвращавшихся из Бавилона в Израиль. Это был неблизкий путь. В те дни он занимал около четырех месяцев и прилегал через земли враждебных по отношению к Израилю племен. В обозе у Ездры было много женщин, детей, а также драгоценных сосудов из Храма Божьего. Никто не гарантировал безопасного путешествия. И вот какое решение принимает в этой сложившихся обстоятельствах Ездра. Читаем книга Ездры, восьмая глава, с 21 стиха. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам перед лицем Бога нашего и просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего. Как народ смирился? Постом. Был объявлен общенародный пост». И дальше Ездра говорит очень интересные слова. «Мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, «Рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеяющая, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его». Своими словами Ездра сам поставил себя в неловкое положение, так что ему теперь пришлось подтвердить свои слова на деле. Он сказал царю, «Наш Бог всемогущ, Он защитит нас». Потом Его назначили главой переселенцев, которым предстояло опасное путешествие, и в принципе Он мог бы попросить у царя охрану, но тогда Его слова ничего бы не значили. Иногда и мы говорим о чем-то, а потом нам приходится отвечать за свои слова. «Ездра отвергнул плотской, мирской путь и избрал путь Господень. Он не уповал на воинов и всадников, он смирил себя в посте перед Богом». Следующий стих говорит, «Итак, мы постились и просили Бога нашего о всем, и Он услышал нас». Как мы знаем, путешествие прошло благополучно, без стычек и без потерь. Иногда жизнь ставит нас перед выбором. Какой путь избрать? Плотской или духовный? Мне тоже доводилось попадать в такие ситуации. Как вы знаете, много лет назад, в очень тяжелое время, я стал отцом большой приемной семьи. Нам приходилось переезжать из страны в страну, с места на место. Вместе с моей первой женой Лидией мы поступали по примеру Ездры. Перед каждым переездом мы постились и молились. И слава Богу, наша семья ни разу не пострадала. Мы выжили посреди войны, посреди голода. Я свидетельствую сегодня перед всеми вами, что на Бога можно положиться. Все, что Он предлагает, действует. Теперь давайте поговорим о Божьих судах. А что, если Бог провозгласит суд над Новой Зеландией? Что очень даже реально. Я верю, что это уже не за горами. Что нам тогда делать? Мы можем поститься и смиряться перед Богом. Когда-то давно Израилем правил один из особо нечестивых царей всех времен. Его звали Ахаб. Если вы помните, Ахаб женился на Изавеле, ввел весь народ видовопоклонства и всевозможные нечестия. В Третьем Царстве в 21 главе пророк Илья обличает Ахава и в 22 стихе Илья объявляет Божий суд. Илья пишет «Поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеравама, сына Наватого, и с домом вас и сына Ахиена. Бог обещал истребить весь род Ахава, мужчин и женщин». В 25 стихе читаем «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа, к чему подущала его жена его и Изавель. Ахав был самым нечестивым правителем Израиля, и Бог через Илью провозгласил на него свой суд. Но Ахав убоялся Господа». В 27 стихе «Выслушав все слова Си, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище и постился и спал во вретище и ходил печально. И было слово Господня Кили к Исвитянину и сказал Господь, «Видишь, как смирился передо мною Ахав? За то, что он смирился перед мною, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его». Ахав был и остается самым нечестивым правителем Израиля. Бог провозгласил свой суд на его дом. Но когда он смирился, Бог отсрочил время суда. Если пост помог нечестивому Ахаву, то неужели он не поможет нам, Божьим детям. Видите, что может пост? А помните, как Бог послал Иону в нечестивый, разложившийся, исполненный злодеянинами город Ниневию? Иона появился в городе и начал говорить, что через 40 дней Ниневия будет стерта с лица земли. Это был Божий суд. Как отреагировали на это жители Ниневии? В третьей главе мы читаем, это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел в пепле. По всему городу был провозглашен пост, постели все от мала до велика, люди и скот. И чем все закончилось? И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедстве, о котором сказал, что наведет на них и не навел. Нечестивый языческий город услышал пророческую весть, раскаялся в прахе и пепле, и Бог пощадил весь город. Суд был отсрочен более чем на сто лет. Если пост помог Ниневии, то что говорить об этой стране? А что если Божий народ смирил себя и возвал к нему? В книге Исфирь рассказывается о злобном замысле Амана, который хотел уничтожить всех евреев, живших на территории Персидского Царства. В то время весь израильский народ проживал на территории Персидского Царства, которое на то время состояло из 127 провинций и простиралось от Индии до Эфиопии. Был подписан указ в царском дворце была одна еврейка. Никто не знал, что она была еврейкой. Ее дядя Мордахей написал ей в записке и сказал, не думай, что ты одна спасешься из всех евреев. Может быть, для такого времени ты достигла царского величия? В ответ Эсфирь написала давайте прочитаем вместе. «Пойди собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона, и если погибнуть, погибну». Как вы знаете, история закончилась тем, что был издан еще один указ, позволявший иудеям стать на свою защиту, и вся ситуация обернулась во благо, евреи победили и сохранили свою нацию. Но что стало поворотным пунктом всей истории? Пост Божьего народа. Без преувеличения можно сказать, что пост способен изменить ход истории. И тогда становится понятным, почему сатана всячески пытается украсть этот важнейший ключ из наших рук. Он боится, что мы им воспользуемся. В Новом Завете также содержится немало замечательных примеров поста. Рассмотрим два из них. существует индивидуальный пост и совместный пост. Во втором Коринфянам шестой главе Павел приводит доводы в пользу своего апостольства. Второе Коринфянам шестая глава четвертой и пятой стихи. Но во всем являем себя как служители Божьи. И дальше он перечисляет в чем именно он являл себя как служитель Божий. Вот его слова. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Павел Павел говорит, что пост это одно из доказательств истинности моего служения. И далее, в этом же послании, в 11 главе, в 23 и по 27 стихи, Павел приводит похожий список. Вот что он пишет. Христовы служители? В безумии говорю, я больше. И дальше идет длинный список доказательств истинности апостольства Павла. В 27 стихе читаем. В труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Павел часто постился. Интересно, что голод и жажду он ставит отдельно и пост отдельно. Голод и жажда это когда у вас нечего есть. Пост это когда вы добровольно отказываетесь от пищи. Павел считал пост доказательством своего апостольства. Я верю, что все божьи служители должны поститься. Я уже говорил о себе. Хочу к этому еще кое-что добавить. «Какой, скажите, смысл учить о том, чего нет в твоей жизни?» До того, как я получил спасение, я пробовал посещать церковь, но быстро понял, что религия не для меня. Ответы нужно искать где-то в другом месте. проблем в других местах. Но когда я спасся и получил крещение в Святом Духе, хотя я даже не знал, как называлось то, что со мной произошло, мне пришлось изучать Новый Завет, чтобы узнать, как это правильно называется. Так вот, уже через месяц после того, как я спасся, Бог положил мне на сердце проводить каждую среду в посте. Тогда я не читал журналы Уэсли. Мне никто об этом не проповедовал. Я даже не знал, где в Библии говорится о посте. Просто откуда-то в мое сердце пришла мысль, что я должен каждую среду поститься. И следующие четыре с половиной года, вплоть до окончания Второй мировой войны, я постился каждую среду. Вместе с десятью другими солдатами я находился на грузовике в аравийских пустынях. И хочешь не хочешь нам приходилось постоянно тереться бок о бок. И если вы знаете, то у мусульман есть так называемый месяц Рамадан, когда они ничего не едят, по крайней мере днем. Ночью они едят много. И за весь пропущенный день они отъедаются ночью. Так вот, мои сослуживцы назвали мои посты по средам Рамаданом. В пустыне невозможно поститься тайно. Сегодня я могу сказать, что наверняка я не стоял бы здесь перед вами, если бы Бог не открыл мне этот важнейший ключ. Когда я работал преподавателем в Кении, у меня было очень много работы, и я решил, что у меня просто нет времени поститься. И несколько недель я не постился. Результаты были просто катастрофическими. Поэтому я решил вернуться к постам и решил, что у меня просто я не могу жертвовать постами. Как вы видите, я знаю, о чем я говорю. А теперь давайте посмотрим на то, что такое совместные посты в Новом Завете. Мы рассмотрим два примера из Деяний. Первое место — это Деяние 13 глава. Это один из самых важных эпизодов Книги Деяний, начало миссионерского служения. Кстати говоря, слово миссионер нет в Библии. В Библии есть слово апостол. И в этой главе описана история первого апостольского посланничества. Это произошло в городе Антиохе. Деяние 13 глава с 1 по 4 стих. В Антиохе в тамошней церкви были некоторые пророки и учители Варнава и Симеон, называемый Нигер, Луций, кириньянин и Манасия, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Саввл. Эти пять человек были в пророческом и учительском служении. В следующем стихе мы читаем, когда они служили Господу и постились. Как они служили Господу? Постом. У них было специальное время, отведенное для поста и пребывания в Божьем присутствии. В одном из переводов говорится, когда они поклонялись Господу и постились. В решающий момент истории церкви они не засели составлять гениальные планы, гениальные программы. Наоборот, они отложили в сторону все свои усилия и ожидали Божьего вмешательства. как они отложили все свои усилия в сторону? Отказом от пищи. Может, они были в пасте день или два. Они оставили все, что могло отвлекать их от слышания Божьего голоса, и Бог не заставил себя долго ждать. Давайте прочитаем. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Бог открыл свою стратегию. Я считаю, что в наших с вами церквях так много проблем только потому, что мы не имеем Божьей стратегии. Мы составляем свои планы, свои программы, к которым Бог не имеет никакого отношения. А Бог не собирается участвовать в том, что не исходит от Него. В Филиппийцам 1.6 Павел говорит, что он уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его до конца. Иисус есть Альфа и Омега, начало и конец. То, что Он начал, Он доведет до конца. Но Он не участвует в том, чего Он не начинал. Очень важно понять, что Бог начинает, какие у Него планы. Ранее церковь дала нам пример. Они отложили в сторону все свои дела и искали Божьей воли. И Бог открыл свой план. Отделите Мне Варнаву и Савву. Но даже после этого Варнава и Савву не отправились в путь в тот же день. Послушайте, что говорится. Тогда они совершив пост и молитву и возложив на них руки отпустили их. Был и второй пост. Во время первого поста они узнали Божью волю. Во время второго поста они отделили Варнаву и Савву для исполнения Божьей воли. В следующем стихе написано «Сие быв посланы Святым Духом». И слово «посланы» в греческом означает «посланы в сопровождении». Святой Дух послал их и Сам пошел с ними. Это стало началом апостольского служения. До этого Варнава и Савву были пророками и учителем. Но уже в следующей главе они названы апостолами. Когда они стали апостолами? В тот момент, когда церковь отделила их на служение. Апостол значит посланник. Это очень важно понять, если мы хотим восстановить апостольское служение в церкви. Кто из вас верит в пророков и учителей? Вы верите, что сейчас в церкви есть пророки и учители? Я верю. Если пророки и учители будут искать Господа в постах, то, возможно, некоторые из них станут апостолами. А кто верит, что сейчас в церкви нужны апостолы? Нужны, потому что церковь еще далека от совершенства. Бог ставит апостолов для созидания тела Христова. Итак, что послужило основной причиной в этот очень важный и критический момент истории церкви? Одним словом. Я не слышу. Правильно. Апостолы проходили на своем пути многие города и насаждали церкви. Сначала это были просто группы новобращенных, потом из этих групп создавались церкви. Что делало группу новобращенных церковью? Кого нужно было назначить? Скажите мне, старейшин правильно. С назначением старейшин управляющего органа это уже была церковь. Об этом пишется в Деяниях 14 главе 21 стихе. Преподав, проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, города, в которых они до этого проповедовали. утверждая души учеников, увещавая пребывать в вере, получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Рукоположив же пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу. Как они выбирали подходящие кандидатуры на роль пресвитеров? Устраивали выборы? Да, но голосовал Бог. Как они узнали Божий выбор? Что было ключом? Я не слышу вас. Пост. Спасибо. Назначение апостолов и пресвитеров очень важный момент в жизни церкви. Ранее церковь подходила к этому с постом и молитвой. И я не вижу смысла менять этот подход. Бог не хочет, чтобы мы это меняли или пытались улучшить. Он хочет, чтобы мы взяли это в пример. Я влагаю в ваши руки ключ. Как вы с ним поступите? Как христиане этой страны поступят с этим ключом? Как австралийцы поступят с этим ключом? Англичане, африканцы, все остальные народы представлены здесь. Может, вы думаете, что Бог изменился? Или его методы изменились? Давайте теперь попробуем сделать вывод из того, о чем мы поговорили. Первым выводом будет хорошо известный всем нам стих из 2-го Паралипоменона, 7-я глава, 14-й стих. Я называю этот стих надеждой для народов. Кто знает, что написано во 2-м Паралипоменоне 7-14? Большинство. Слава Богу. В принципе, я мог бы прочитать этот стих наизусть. Бог говорит, «Если смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». В этом стихе перечислены 7 шагов. 4 шага, которые делаем мы, и 3 шага, которые делает Бог. Если мы сделаем свои 4 шага, какие шаги должны сделать мы? Первый какой? Я не слышу вас. Смириться. Потому что гордость — это препятствие для получения ответа на молитву. Следующий шаг — это молитва. Бог не хочет, чтобы мы молились, не разобравшись с гордостью. Дальше написано, «Взыщут лица Моего». И это что-то больше, чем молитвенное собрание. Это значит, молиться, пока не войдешь в Божье присутствие. Следующее — «Обратятся от худых путей своих». Ты говоришь, «У меня нет никаких худых путей». Бог говорит, «Когда ты войдешь в Мое присутствие, ты увидишь, чего у тебя нет». Лет пять назад это начало происходить в нашей церкви в Америке. Жена одного из старейшин получила от Господа слово провозгласить пост Иаиля, к чему я позже вернусь. Конечно, это вызвало очень мало восторга, но старейшины, к числу которых я принадлежал, решили, что нам нужно что-то с этим делать. Мы решили встречаться в течение определенного времени, каждый день в пять часов утра для совместной молитвы. Когда это начиналось, мы с Руфью были в отъезде. Как мне потом рассказали, на первую молитву собралось 13 человек, церковь состоялась из 500 человек. На следующее утро пришло 7. Все шло по харизматической модели. На следующее утро пришло 4. Но затем Бог положил бремя в сердце одному брату, который не был старейшиной, и он рыдал перед Богом в 24 часа, и после этого начались перемены. Когда мы с Руфью вернулись в церковь, мы сказали, нравится нам это или нет, это от Бога, и мы не хотим пропустить это. Не буду вдаваться во все подробности, но следующие 6 недель мы встречались каждый день в 5 утра и почти все время лежали ниц перед Богом и исповедовались в своих грехах. И поверьте, эти грехи были ужасными. И мы считали, что наша церковь находится в хорошем состоянии, но когда пришел Бог, то начали вскрываться такие грехи, как прелюбодеяние, блуд, пьянство. Поэтому не говорите Богу, мне не в чем каяться. Этим вы только показывайте, как далеко вы от Бога. в свете Его лица все выглядит иначе. Бог ждет, пока мы сделаем свои четыре шага. Бог ждет, чтобы мы смирились, чтобы мы начали молиться, искать Его лица и оставили свои худые пути. Как мы можем смириться? Чем? Молодцы. Вы все поняли. Хотя можно поститься и раздуваться от гордости. Иисус говорит, так не поститесь. Так постятся лицемеры. Но все равно это не причина для того, чтобы не поститься. Просто нужно поститься правильно. Когда мы делаем четыре шага, Бог делает свои три шага. Я услышу, прощу их грехи и селю их землю. Кто из вас хочет, чтобы Бог исцелил вашу землю? Теперь вы знаете путь? В Библии все сказано очень ясно. Я думаю, что есть. И в заключении давайте рассмотрим последнее на сегодня место Писания. Иаиль, вторая глава. Это как раз то, что имела в виду сестра из нашей церкви, когда говорила о посте Иаиля. Иаиль, вторая глава, 15-16 стихи. Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Кстати говоря, в то время в нашей церкви было много грудных младенцев и детей на утренних молитвах. И дети очень расстраивались, когда родители не будили их на молитву. Все было в точности по Писанию. Но читаем дальше. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста и своей горницы. Между придвором и жертвенником доплачут священники, говоря, «Пощади Господи народ твой, не предай наследие твое на поругание, чтобы не издевались над ним народы». Для чего будут говорить между народами, где Бог их? Если вы заметили, в этих стихах выделены три группы — священники, служители и старейшины. Лидеры церкви должны подать пример и взять бразды лидерства в свои руки. Лидеры — это те, кто идут впереди остальных. Почему-то иногда служители лидируют сзади. Это не лидерство. Иисус позвал троих учеников побыть с ним в Гефсиманском саду. Когда они остановились, написано, что он прошел немного дальше. Это и есть лидерство. Быть немного дальше. Я помню, как один пастор говорил, «Мне приходится бежать за своими людьми». Это не лидерство. В 28 стихе этой же главы мы читаем, что обещает сделать Бог в ответ на наше смирение. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». После чего? После чего, я вас спрашиваю? После того, как Божий народ исполнит все условия. Я не забыл, что Петр процитировал этот стих в день Пятидесятницы и сказал, «В последнее время». Дело в том, что это было только предвкушение грядущего излияния. Интересно, что в Деяниях Петр говорит, «Излию от Духа Моего», то есть часть своего Духа. «Но гряду дни, когда Бог излиет весь Свой Дух на землю, на всякую плоть. Этого пока как-то не наблюдается. Пока только что-то покапывает с неба. На земле живет один миллиард мусульманов, которые еще не испытывали прикосновения Божьего Духа. Как донести им благую весть? Как высвободить Божий Дух». Если вы не сталкивались с исламом, я скажу вам, что это сильнейшая твердыня. Просто так ее не взять. Тут нужен духовный подход. Что это за подход? Провозгласите пост, созовите собрание. Пусть старейшины, служители и священники подадут пример. И тогда Бог говорит, «Вы выполнили все требования, и я и залью мой Дух на всякую плоть». Я верю, что это единственное решение проблемы. Бог показал нам путь. И я верю, что Бог показал нам в Скрипте «Давайте сейчас склоним головы и вместе помолимся. Попросите Бога, чтобы Он показал вам, от Него это или нет». Недавно мы с Руфи встретились на Гавайях с нашими хорошими друзьями Дэвидом и Дэйл Герретт. Когда они молились за нас, за нашу поездку сюда, у них появилось чувство, что Бог хочет сказать что-то Новой Зеландии. Я склонен думать, что это и есть то, что Бог хотел сказать Новой Зеландии. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok